8 марта. День, когда на лице улыбка, а в руках цветы. Когда хочется чувствовать себя особенной. И это самое чувство подарили нашим дамам высокие звания, ордена, медали и, конечно же, бесценное внимание. В канун праздника в Академии Государственного управления при президенте Республики Узбекистан состоялась церемония вручения нагрудных знаков Мутабар Айоль. Представительницам прекрасной половины, отличившимся в своей трудовой деятельности, вносшим достойный вклад в воспитание молодого поколения, укрепление благополучия семей, охрану материнства и детства. В этом году в Республиканскую комиссию поступили документы порядка 900 соотечественниц, отличившихся самоотверженным трудом, являющихся примером в обществе. По рекомендациям министерств и ведомств была выдвинута 71 достойная кандидатура, также 243 женщины из Каркалпахстана, областей и города Ташкента. Всего столь престижную награду получили 314 представительниц прекрасной половины. У меня очень много учеников и спортсменов, и в научной деятельности. Занимаюсь пропагандой здорового образа жизни, участвую в научной подготовке участников Олимпийских игр. У нас очень много женщин сейчас, особенно в лёгкой атлетике. Многие добиваются чемпионских титулов. Я горжусь этим. Мой скромный труд оценили и вручает Мутабар Айоль. Будем стараться привлекать к физической культуре и спорту, оздоравливать разные слои населения. Нагрудный знак Мутабар Айоль был утверждён указом президента и присуждается женщинам, проявившим активность и инициативность в жизни социума и государства. В нашей стране по-особенному относятся к прекрасной половине. В приоритете защита их прав и свобод, обеспечение рабочими местами, обучение профессиям, востребованным на рынке труда и многое другое. Всё в фокусе внимания лично руководителя страны. Со стороны президента нам уделяется большое внимание. Принимаются законы, постановления и указы. Вот, к примеру, по его инициативе создана женская тетрадь, которая по сей день показывает свою высокую эффективность. Я очень рада, что мы живём в такой стране, где ценят наш труд. Сегодня многие женщины получили этот нагрудный знак, за что мы выражаем благодарность. Продолжение следует...